Аудиокнига представлена порталом Придания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Придания.ру От Марка. Святое Благовестие. Перевод Сергея Аверинцева. Глава первая. Начало благовестия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророка Исаии. Вот я шлю ангела моего пред лицом твоим, который уготовит тебе путь, голос вопиющего в пустыне. Уготовьте пути Господу, выпрямляйте тропы его. Явился в пустыне Иоанн Креститель, возвещая крещение и покаяние ради прощения грехов. И выходила к нему вся страна иудейская, и все жители Иерусалима, и принимали от него крещение в реке Иордан, исповедуя грехи свои. И носил Иоанн одежду из верблюжьей шерсти, и пояс из кожи на бедрах, и кормился саранчой и диким медом, и возвещал, говоря, Идет за мною тот, кто сильнее меня, у кого я не достоин, наклонясь, развязать завязки обуви. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. И свершилось во дни те. Пришел Иисус из Назарета, что в Галилее, и принял крещение от Иоанна в Иордане. И когда он выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса и духа, подобно горлице, нисходящего на него. И был голос с неба, Ты, Сын мой возлюбленный, на Тебе благоволение мое. И тотчас дух гонит его в пустыню, и пробыл он в пустыне сорок дней, принимая искушение от сатаны. И был он со зверями, и ангелы служили ему. А после того, как Иоанн был схвачен, пришел Иисус в Галилею, возвещая благовестие Божие и говоря, что срок исполнился, и Царствие Божие совсем близко. Покайтесь и веруйте в благовестие. И, проходя по берегу Галилейского моря, увидел он Симона и Симонова брата Андрея, закидывающих в море сети, потому что были они рыболовы. И сказал им Иисус, «Ступайте за Мною, и Я сделаю так, что вы станете ловцами людей». И они, тотчас оставив сети, пошли за ним. Он же, пройдя немного далее, увидел Иакова, сына Зеведея, и Иоанна, брата его, которые тоже были в лодке и чинили сети. И тотчас он призвал их. И они, оставив своего отца Зеведея в лодке с работниками, ушли за ним. И входят они в Капернаум. И тотчас, войдя в субботу в синагогу, он стал учить. И они дивились по учениям его, ибо он учил их, как тот, кто имеет власть, а не так, как книжники. И тотчас оказался у них в синагоге человек, обуреваемый нечистым духом. И он вскричал, «Чего ты хочешь от нас, Иисус Назорянин? Ты пришел на погибель нам. Знаю, кто ты, святой Божий». И пригрозил ему Иисус, говоря, «Замолчи и выйди из него». И сотряжши того человека судорогой, нечистый дух вышел из него с громким воплем. И все пришли в ужас и стали спрашивать друг у друга, что это такое, неслыханное учение, со властью, и нечистым духом отдает повеление, и те слушаются его. И слух о нем тотчас разошелся по всей округе Галилейской. И тотчас, выйдя из синагоги, он с Иаковом и Иоанном пришел в дом Симона и Андрея. А теща Симона лежала в сильном жару, и ему тотчас говорят про нее. И он, подойдя и взяв ее за руку, поставил ее на ноги, и жар оставил ее, и она стала им служить. А в вечеру, когда зашло солнце, к нему стали приносить всех больных и одержимых, и весь город собрался у дверей. И он исцелил многих больных, страдавших разнообразными недугами, и многих бесов изгнал. И он не дозволял бесам глаголоть, ибо они знали, кто он. И ранним утром, встав затемно, вышел он и удалился в пустынное место, и там молился. И поспешили вслед за ним Симон с товарищами, и отыскали его, и говорят ему, «Все тебя ищут». И он говорит им, «Пойдем отсюда в соседние селения, чтобы мне и там проповедовать, ибо на это дело я вышел». И пошел он по всей Галилее, проповедуя в их синагогах и изгоняя бесов. И подходит к нему прокаженный, умоляя его и падая на колени, и говоря, что, мол, если ты хочешь, ты можешь меня очистить. И он, сжалившись, простирает руку свою, дотрагивается и говорит, «Хочу, очистись». Из того тотчас сошла проказа, и он стал чист. И строго взглянув на него, Иисус оттолкнул его и говорит ему, «Смотри, никому ничего не рассказывай. Напротив, ступай, покажись священнику, и пожертвуй за свое очищение, что велел Моисей. Это и будет им свидетельством». А тот чуть вышел, принялся громко возвещать и разглашать дело, так что Иисусу уж и нельзя стало открыто входить в город, но пребывал он за городом в местах безлюдных, и к нему отовсюду приходили. Глава вторая И когда через некоторое время он снова вошел в Капернаум, прослышали, что он дома, и собралось много народа, так что не было места даже возле самой двери, и он говорил им слово. И пришли к нему с параличным, которого вчетвером несли на руках, и, не смогши из-за многолюдства пробиться к нему, разобрали они кровлю над тем местом, где он находился, и, сделав дыру, спускают в нее постель, на которой лежал параличный. Увидев их веру, Иисус говорит параличному, «Чадо, прощены грехи твои». А были там кое-кто из книжников, и они сидели и думали про себя. Что такое он говорит? Это же кощунство. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И тотчас, познав духом своим, что они думают про себя, Иисус говорит им, «К чему вы такое думаете про себя? Что легче, сказать параличному, прощены грехи твои, Или сказать, вставай, бери твою постель и ходи. Но чтобы вы знали, что есть у сына человеческого власть Прощать на земле грехи, Тут он говорит параличному, «Тебе говорю, вставай, бери твою постель И ступай к себе домой». И тот встал, и тотчас же на глазах у всех Вышел с постелью на плечах, Так что все были вне себя от изумления И славили Бога, говоря, что, мол, такого мы еще никогда не видели. И вышел он снова на берег моря, И весь народ шел к нему, и он их учил. И увидел он по пути Левия, сына Алфея, Который сидел на сборе пошлин, И говорит ему, «Следуй за мною». И тот встал и последовал за ним. И вот Иисус у него в доме за столом, И многие мытари и грешники были за столом с ним и его учениками. Много их было среди тех, кто следовал за ним. И книжники из фарисеев, Видя, что он ест с грешниками и мытарями, Говорили его ученикам, Что, мол, как это он с грешниками и мытарями ест? И, услышав это, говорит им Иисус, Что нездоровым нужен врач, а больным. Я пришел призвать не праведников, а грешников. И было, что ученики Иоанна и фарисеи постились, И приходят сказать ему, «Почему ученики Иоанна и ученики фарисеев постятся, А твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли званные на брачное пиршество поститься, Покуда с ними жених? Все время, покуда с ними жених, Не могут они поститься, Но придут дни, когда отнимут у них жениха, И тогда будут они поститься в тот день. Никто не ставит заплаты из неразмятой ткани на ветхий плащ, А то заплата потянет ветхую ткань, И дыра станет еще хуже. И никто не наливает молодое вино в ветхие мехи, А то вино прорвет мехи, И вино пропадет и мехи. Нет, новое вино наливают в новые мехи». И случилось ему в субботнее время проходить через хлеба, И ученики его начали на ходу срывать колоссия, И фарисеи стали говорить ему, «Смотри, они делают, чего нельзя делать в субботнее время». И он говорит им, «Или вы никогда не читали, что сделал Давид, Когда был в нужде, И когда терпели голод сам он и люди его, Как он во времена первосвященника Авиафара, Вошел в дом Божий, И те жертвенные хлебы, которых нельзя есть никому, Кроме священников, Ел сам и давал своим людям. И говорил им Иисус, «Суббота для человека, А не человек для субботы. Поэтому Сын человеческий властен и над субботой». Глава третья И вошел он снова в синагогу, И был там человек с иссохшей рукой, И стали следить за ним, Не исцелит ли он его в субботнее время, Чтобы обвинить его. И говорит он тому человеку, У которого была иссохшая рука, Стань в середине. И говорит им, Дозволено ли в субботнее время Сотворить добро, Или сотворить зло, Жизнь спасти, Или убить. Но они молчали. И он, оглядев их с гневом, Скорбя о том, Как жестки их сердца, Говорит тому человеку, Протяни твою руку. И тот протянул, И руке его было возвращено здоровье. И фарисеи, выйдя тотчас, Стали совещаться с приверженцами Ирода, Как бы погубить его. И удалился Иисус вместе с учениками своими к морю, И следом за ним пошло многое множество народа Из Галилеи, И из Иудеи, Из Иерусалима, Из Идумеи, Из Заиордания, Из окрестностей Тира и Сидона Многое множество, Прослышав, что он творил, Шло к нему. И велел он ученикам своим Держать для него на готове лодку Из-за многолюдства, Чтобы не быть раздавленным. Ведь многих он исцелил, И все, у кого были немощи, Кидались к нему, Чтобы до него дотронуться. И нечистые духи, завидев его, Падали перед ним ниц И вопили, Что ты, де, Сын Божий, И он строго наказывал им Не разглашать, кто он. И восходит он на гору, И призывает к себе, Кого сам избрал. И отошли они к нему. И поставил он из них двенадцать, Чтобы они пребывали при нем, И чтобы посылать их на проповедь, И чтобы иметь им власть И сгонять бесов. И поставил он Симона, И нарек имя ему Петр, Иакова Зеведеева, И Иоанна, брата Иакова, И нарек им имя Вуанергест, То есть сыны Грома, И Андрея, и Филиппа, И Варфоломея, и Матфея, И Фому, и Иакова Алфеева, И Фадея, и Симона Канонита, И Иуду Искариота, Который и предал его. И приходит он домой, И снова собирается толпа, Так что они даже не успевают поесть. И близкие его, прослышав о нем, Вышли, чтобы силой увести, Ибо они утверждали, Что он де безумен. И книжники, пришедшие из Иерусалима, Говорили, что он де одержим Вильзевулом, И что бесов он изгоняет силою князя бесов. И он, велев им подойти к нему, Стал говорить к ним в притчах, Как может сатана изгонять сатану, Если царство в раздоре с самим собою Не может устоять то царство, И если дом в раздоре с самим собою Не может устоять тот дом, И если сатана восстал на себя И в раздоре с самим собою Не может он устоять, но пришел ему конец Никто, войдя в дом сильного, не может разграбить вещей его Если прежде не свяжет сильного, и лишь тогда дом его разграбит Аминь Я говорю вам, что простятся сынам человеческим все грехи и все кощунства Как бы они ни кощунствовали Но кто изречет кощунство против Духа Святого Тому не будет прощения вовек, но грех на нем пребудет вечно Это потому, что они говорили, в нем де нечистый дух И приходит матерь его и братья его И стоя наружу, послали позвать его И сидела вокруг него толпа, и говорят ему Вот матерь твоя и братья твои, стоя снаружи, спрашивают тебя И он говорит им в ответ Кто матерь мне и кто братья И, оглядев тех, кто сидел вокруг него, говорит он Вот мне матерь и вот мне братья Ибо всякий, кто исполнит волю Божию, тот мне брат и сестра и мать Глава четвертая И снова начал он учить возле берега море И собирается к нему столько народа Что пришлось ему сидеть в лодке, которая была на воде А весь народ оставался на берегу у воды И многому учил он их в притчах И уча говорил Слушайте, вот вышел сеятель, чтобы сеять И было, когда сеял он, часть зерен пала у дороги И прилетели птицы и поклевали их И другая часть пала на камень, где немного было земли И тотчас проросло зерно, потому что было неглубоко под землей И когда взошло солнце, было оно попалено и увяло Потому что не было у него корня И еще часть пала в терния И терния разрослась и заглушила ростки И не дали они плода И пали другие зерна в землю добрую И поднимались, и возрастали, и давали плод Одни тридцати кратный, другие шестидесяти кратный А третьи стократный И говорил он им Кто имеет уши, чтобы слышать, да слышит И когда остались спутники его, включая двенадцать, наедине с ним Стали они спрашивать его про притчи И говорил он им Вам даровано тайна царствия Божьего А тем внешним все является в притчах Чтобы они очами взирали и не видели Ушами внимали и не слышали И не обратились и не стяжали прощения И говорит он им Вы не разумеете этой притчи Как же вы уразумеете все притчи? Слово, вот что сеет сеятель А место при дороге, где сеется слово Это те, кто чуть услышит его Как тотчас приходит сатана И похищает посеянное в них слово А сеяние на камень Это про тех, кто услышав слово Тотчас с радостью принимают его Но оно не имеет в них корня И потому они непостоянны И когда приходят скорби и гонения за слово Впадают в соблазн И еще другие Сеяние в тернии Это про тех, которые слышат слово Но мирские заботы Обольщения богатством И другие похоти, войдя в них Заглушают слово И оно делается бесплодно А сеяние в землю добрую Это про тех, которые слышат слово И принимают его И приносят плод Тридцати кратный И шестидесяти кратный И стократный И говорил он им Разве приносит светильник Чтобы накрыть его сосудом Или поставить под кровать Разве не для того, чтобы поставить На подсвечник Ведь если что утаено То лишь для того, чтобы обнаружиться И если что сокрыто То лишь для того, чтобы выйти наружу Если кто имеет уши, чтобы слышать Да слышит И говорил он им Примечайте, что слышите Какою мерою мерите Такою и вам будет отмерено И еще прибавлено Ибо кто имеет, тому будет дано А кто не имеет У того будет отобрано и то, что он имеет И говорил он Царство Божие таково Как если бы бросил человек зерна в землю И ночью спал А днем вставал А зерно прорастало И тянулось вверх Он сам не знает как Земля плодоносит сама собою Сперва стебель, потом колос Потом полное зерно в колосе А когда созреет урожай Человек тотчас посылает серп Ибо настала пора жатвы И говорил Чему уподобить нам царствие Божие И в какой притче представить его Оно как зерно горчичное Когда посеют его в землю Оно, что меньше всех зерен на земле Возрастает И делается больше всех огородных растений И пускает такие большие ветви Что птицы небесные могут вить гнезда Под сенью его И во многих подобных притчах Возвещал он им слово Насколько они могли внять А без притч он ничего не говорил Но ученикам своим наедине Все разъяснял И говорит он им в тот же день Когда настал вечер Переправимся на тот берег И они оставив народ Перевозят его, как он был в лодке А были с ним и другие лодки И сделался вихрь великий И волны стали бить в лодку До того, что лодка стала уже наполняться водою А он спал на корме Положив голову на изголовье И будят его И говорят ему Учитель, тебе и дела нет, что мы погибаем И он, пробудившись Пригрозил ветру И сказал морю Замолчи, утихни И прекратился ветер И сделалась тишина великая И сказал он им Что вы так боязливы Или еще нет у вас веры И устрашились они страхом великим И говорили друг другу Кто же он, если ветер и море Ему повинуются Глава пятая И приплыли они к другому берегу моря В окрестности Герасы И когда вышел он из лодки Тотчас встретился ему человек Из могильных пещер Одержимый нечистым духом Жилище которого было в могильных пещерах И никогда еще никому не удавалось Связать его даже цепью Много раз пытались его вязать цепями По рукам и ногам Но он разрывал ручные оковы И разбивал ножные И никто не был в силах его усмирить Все время и по ночам и днем В могильных пещерах или в горах Он вопил и колотил себя камнями Издалека увидев Иисуса он подбежал И кинулся ему в ноги И завопил громким голосом говоря Чего ты хочешь от меня Иисус Сын Бога Вышнего Богом тебя заклинаю Не мучь меня Ибо Иисус сказал ему Выйди дух нечистый Из этого человека И спрашивал он его Как имя тебе И тот говорит ему Имя мне легион Потому что нас много И просил его не изгонять их Вон из этого края А там паслось на горном склоне Большое стадо свиней И стали они просить его Пошли нас в этих свиней Чтобы мы вселились в них И он дал им дозволение И нечистые духи Выйди из человека Вселились в свиней И ринулось стадо Примерно две тысячи голов Скручив пучину И сгинуло в пучине И приставленные К тем свиньям пастухи Побежали И разнесли весть В городе И по окрестностям И пришли люди Посмотреть Что такое случилось И подходят они К Иисусу И видят бесноватого Который сидит Накрытый плащом И в здравом рассудке Он-то в котором Был легион И стало им страшно А очевидцы Рассказали им Что произошло С бесноватым И о свиньях И стали они Просить его Уйти Из земли их И когда входил Он в лодку Тот кто прежде Был бесноватым Просил его Дозволение Быть с ним Он же не дал Дозволение Но говорит ему Иди домой К своим И поведай им Что Господь Сделал для тебя И какую милость Оказал он тебе И тот пошел И начал возвещать В десятиградии Что сделал ему Иисус И все дивились И когда снова Переправился Иисус На другую сторону Вокруг него Собралось Много народа А он был У моря И подходит К нему Старейшина Местной синагоги По имени Иаир И увидев его Припадает К его ногам И усердно Умоляет Дочь моя При смерти Только бы ты Пришел И возложил На нее руки Чтобы она была Спасена И жила И Иисус Пошел с ним Толпа Сопровождала его И со всех сторон Теснила И вот женщина Которая Двенадцать лет Страдала Кровотечениями Много натерпелась От разных врачей И потратила Все Что у нее было Однако помощи Не получила И даже приходила Во все более Тяжелое состояние Услышав Об Иисусе В толпе Подошла к нему Сзади И дотронулась До его плаща Ибо она Говорила себе Если хоть До его одежд Дотронусь Я спасена И тотчас Иссяк в ней Источник крови И она Телом ощутила Что исцелена От болезни А Иисус Тотчас Приметив В себе Что из него Вышла сила Обратился К толпе И спросил Кто дотронулся До моих одежд А ученики Его говорили ему Разве Ты не видишь Что толпа Отовсюду Тебя теснит Что же Ты спрашиваешь Кто дотронулся До меня Но он Продолжал Озираться Желая Увидеть Ту Которая Это сделала А женщина Зная Что с ней Произошло В страхе И трепете Приблизилась И пала Перед ним Ниц И сказала Ему Всю правду Он же Сказал Ей Дочь Вера Твоя Спасла Тебя Иди С миром Ты Исцелилась От болезни Твоей Он еще Говорил А из дома Синогогального Старейшины Приходят И говорят Умерла Твоя Дочь Зачем Ты еще Беспокоишь Учителя Но Иисус Уловив Эти слова Прежде Чем Они Были Сказаны Говорит Старейшине Не Страшись Только Веруй И Не Допустил Он Никого Войти С ним В дом Кроме Петра Иакова И Иоанна Брата Иакова И Входят Они В дом Старейшины И Видит Он Сметение Плачущих И Причитающих И Говорит Он Им Войдя К Чему Сметение К Чему Плач Дитя Не Умерло Оно Спит И Над Ним Смеялись Но Он Всем Велев Выйти Берет С собой Отца Девочки И Ее Мать И Своих Спутников И Входит Туда Где Была Девочка И Взяв Девочку За Руку Он Говорит Талита Кум Это Значит В переводе Девочка Тебе Говорю Встань И Тотчас Девочка Встала И Начала Ходить А Было Ей Лет Двенадцать И Все Были Охвачены Великим Изумлением Но Он Строго Наказал Им Чтобы Никто Про Это Не Узнал И Верел Чтобы Ей Дали Поесть Глава Шестая И Вышел Он Оттуда И Приходит В Свой Родной Город И Ученики Его Сопровождают Его И Когда Настала Суббота Начал Он Учить В Местной Синагоге И Многие Слушай Изумлялись И Переговаривались Откуда У Него Это И Что За Мудрость Дана Ему И Такие Чудеса Совершаются Его Руками Разве Это Ни Плотник Ни Сын Марии Ни Брат Иакова И Осии И Уды Симона И Разве Его Сестры Не Живут Здесь Среди Нас И Это Было Им Препятствием Для Веры В Него И Говорил Им Иисус Нигде Не Презирают Пророка Кроме Как В Его Отечестве В Его Родне И В Его Доме И И Мог Он Там Сотворить Ни Одного Чуда Только Нескольких Больных Исцелил Возложением Рук И Дивился Он Неверию Их И Пошел Он По Окрестным Селениям И Учил Там И Призывает Он К Себе Двенадцать И Начал Посылать Их Подвое На Проповедь И Дал Им Власть Над Нечистыми Духами И Велел Им Монет В Пояс Но Только Обувь На Ноги А Другой Рубахи С Собой Не Берите И Сказал Он Им Какой Дом Вас Впустят Там Оставайтесь Пока Не Уйдете Из Того Места А Если В Каком Месте Вас Не Примут И Не Станут Слушать Уходя Отряхните Прах С Ваших Ног Вы Свидетельство Против Них И Они Выйдя В Путь Возвещали Чтобы Покаялись Люди И Многих Бесов Изгоняли И Многих Больных Исцеляли Через Помазание Елеем И Прослышал Об Иисусе Царь Ирод Ибо Имя Его Стало Известно И Говорили Что Это Иоанн Креститель Воскрес Из Мертвых И Потому В нем Действуют Чудотворные Силы Другие Говорили Что Это Илия А Бывали Пророки Но Ирод Слушая Это Говорил Это Иоанн Которому Я Велел Отрубить Голову И Вот Он Воскрес В самом Деле Этот Ирод Послал Схватить Иоанна И В узах Бросить Его В тюрьму Из-за Иродиады Жены Филиппа Брата Ирода На Которой Ирод Женился Ибо Иоанн Говорил Ему Не Должно Тебе Жить С женой Брата Твоего А Иродиада Затаила Вражду Против Иоанна И Желала Его Умертвить Но Не Могла Потому Что Ирод Боялся Его Зная Что Он Праведник И Святой И Сберегал Его Послушав Его Он Бывал Сильно Смущен Но Слушал Его С охотой И Настал Для Нее Удобный Случай Когда Ирод По Случаю Дня Своего Рождения Устроил Пир Для Своих Вельмож Начальников Войска И Важных Людей Галилеи И Вошла Тогда Дочь Этой Иродиады И Проплясала Танец И Сумела Угодить Ироду И Его Гостям И Сказал Царь Девочке Проси У меня Чего Пожелаешь И Я Дам Тебе И Он Клялся Ей Чего Бы Ты Не Попросила Дам Чего Мне Просить А Та Сказала Голову Иоанна Крестителя И Тотча же Поспешив Вернуться К Царю Она Изъявила Такую Просьбу Желаю Чтобы Ты Сейчас Жидал Мне На Блюде Голову Иоанна Крестителя И Царь Сильно Опечалился Однако Из-за Своей Клятвы Данной Перед Гостями Не Пожелал Отказать Ей Тотча же Отрядив Принести Голову И Тот Пошел И Обезглавил Иоанна В тюрьме И Принес Голову Его На Блюде И Отдал Ее Девочке А Та Отдала Ее Своей Матери И Ученики Иоанна Услышав Об этом Пришли И Взяли Тело Его И Положили Его В Гробницу И Собираются Апостолы К Иисусу И Рассказали Они Ему Все Теперь Идите Вы Сами В Уединение В Пустынное Место И Немного Отдохните В самом деле Люди Непрерывно Приходили И Уходили Так Что У них Не Было Времени Даже Поесть И Отплыли Они В Лодке К Пустынному Месту В Уединение Однако Увидели Как Они Отплывали И Стало Это Ведомо Многим И Побежали Туда Суши Из Всех Городов И Оказались Там Раньше Их Выйдя На Берег Он Увидел Множество Народа И И Исполнился Сострадание К ним Потому Что Были Они Словно Овцы Не И И И И И И Он Начал Многому Их Учить А Когда Час Был Уже Поздний Подошли К Нему Ученики Его И Сказали Место Здесь Пустынное И Час Уже Поздний Отпусти Их Чтобы Они Пошли По Окрестным Деревням И Селам И Купили Себе Чего Поесть А Он Сказал Им В Ответ Дайте Вы Им Поесть И Говорят Они Ему Что Же Нам Пойти Накупить Хлебов На Двести Динариев Чтобы Их Накормить А Он Говорит Им Сколько У Вас Хлебов Сходите Посмотрите Они Посмотрели И Говорят Пять И Еще Две Рыбы И Он Велел Им Чтобы Все Возлегли Пиршественными Содружествами На Зеленой Траве И Улеглись Они На Земле Рядами По Сту И По Пятидесяти Человек И Он Взяв В Руки Эти Пять Хлебов И Две Рыбы Поднял Глаза К Небу Произнес Благословение Разломил И Две Рыбы Разделил Он На Всех И Все Ели И Были Сыты Еще Осталось Кусков Хлеба И Рыбы На Двенадцать Полных Корзин А Было Тех Кто Ел Хлебы Пять Тысяч Человек И Тотчас Заставил Он Учеников Своих Сесть В Лодку И Немедленно Плыть Через Море К Вевсаиде Не Дожидаясь Пока Он Отпустит Народ Опростившись С народом Он Удалился На Гору Помолиться Когда Свечерело Лодка Была Посреди Море А Он Один На Берегу И Увидев Что Они Выбиваются Из сил Из-за Встречного Ветра Около Четвертой Стражи Идет Он К Ним Ступая По Морю И Хотел Он Пройти Мимо А Они Увидев Как Он Ступает По Морю Подумали Что Это Призрак И Подняли Крик Ибо Все Видели Его И Были В Сметении Но Он Тотчас Окликнул Их И Говорит Им Мужайтесь Это Я Не Страшитесь И Вошел Он К Ним В Лодку И Ветер Утих Изумление Их Дошло До Крайности Ибо Они Не Извлекли Урока Из Того Что Было С Добрались До Генессарета И Пристали К Берегу И Когда Вышли Они Из Лодки Тотчас же Люди Его Узнавшие Обижали Весь Этот Край И Начали Приносить Больных На Их Кроватях Туда Где Как Они Слышали Он Находился И Куда Бы Не Приходил Он Будь То В Сел А В Города Или В Усадьбы Отовсюду На Открытых Местах Клали Больных И Просили Его Чтобы Им Хоть Дотронуться До Кистей Плаща Его И Кто Бы Не Прикоснулся К Нему Все Исцелялись Глава Седьмая И Сходятся К Нему Фарисеи И Некие Книжники Пришедшие Из Иерусалима И Заметили Они Что Некоторые Из Учеников Его Ели Хлеб Имея Руки Нечистые То Есть Не Совершив Омовение Дело В том Что Фарисеи И Вообще Иудеи Держась Предания Древних Не Едят Пока Не Омоют Рук Должным Образом И Придя С Рынка Не Едят Пока Не Окропят Себя Водой Есть И Много Других Обрядовых Предписаний Которые Принято Соблюдать Например Омовение Чаш Кувшинов И Медной Посуды И Спросили Его Фарисеи И Книжники Почему Ученики Твои Не Хранят Предания Древних Но Вкушают Хлеб Имея Руки Нечистые Он Он Сказал Им О Вас Лицидеях Хорошо Пророчествовал Исайя Как Написано Народ Этот Устами Чтит Меня Сердце Же Его Далеко От Меня Но Всуево Сдают Мне Честь Уча Наставлением Человеческим Оставив Заповедь Божию Вы Держитесь Предания Человеческого И Говорил Он Им Искусно Же Вы Отменяете Заповедь Божию Только Бы Соблюсти Своё Предание Ведь Моисей Сказал Чти Отца Твоего И Матерь Твою И Ещё Кто Хулит Отца Или Матерь Смертью Да Умрёт А Вы Говорите Кто Скажет Отцу Или Матери Карбан То Есть Дар Богу То Что Тебе Причиталось От Меня Вы Уже Позволяете Ему Ничего Не Делать Для Отца Или Матери Упраздняя Слово Божие Преданием Вашим Которое Через Вас Же И Передаётся И Делаете Много В том же Роде И Снова Призвав К себе Народ Он Сказал Им Послушайте Меня Все И Уразумейте Ничто Входящее В Человека Извне Не Может Осквернить Человека Оскверняет Человека То Что Из Человека Исходит Кто Имеет Уши Пусть Слышит И Когда Он Оставил Народ И Вернулся В Дом Ученики Спросили Его Что Значит Это Притча И Он Говорит Им Неужели Вы Еще Не Уразумели Непонятно Вам Что Ничто Извне Входящее В Человека Не Может Осквернить Его Ибо Входит Оно Не В Выбрасывается Вон Этими Словами Он Объявил Чистой Всякую Пищу И Говорил Он Оскверняет Человека То Что Из Человека Исходит Ведь Изнутри Из Сердца Человеческого Исходят Злые Помыслы Разврат Кражи Убийства Прелюбодеяние Алчность Низость Ложь Бесстыдство Завистливый Взгляд Богохульство Гордыня Безумство Вся Эта Мерзость Изнутри Исходит И Она Оскверняет Человека И Выйдя В путь Он Направился Оттуда В земли Тира Войдя В некий Дом Он Не Хотел Чтобы Об этом Узнали Но Не Смог Остаться Незамеченным Тот 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 Че Прослышав Про него Некая Женщина У которой Дочь Была Одержима Нечистым Духом Пришла И Припала К его Ногам А Женщина Это Была Язычница Родом Сирийская Финикеинка И Она Просила Его Изгнать Беса Из Ее Дочери А Он Сказал Ей Дай Прежде Насытиться Детям Нехорошо Ведь Отнять Хлеб У Детей И Кинуть Его Щенятам Но Она Сказала Ему В ответ Так Господи Но Ведь И Щенята Под Столом Едят Крохи Что Остались От Детей И Сказал Он Ей За То Что Ты Сказала Так Иди Вышел Из Твоей Дочери Бес И Вернувшись В Дом Свой Она Нашла Что Дочь Отдыхает На Постеле А Бес Изгнан А Он Возвращаясь Из Земли Тира Пришел Через Сидон К морю Галилейскому Со Стороны Десятиградия И Выносят К нему Глухого Который И Говорить На Силу Мог И Умоляют Возложить На Него Руку И Он Отведя Его В сторону От Толпы Вложил Пальцы Ему В уши И Своей Слюной Помазал Ему Язык А Что Значит Откройся И Уши Этого Человека Открылись И Узы Языка Его Разрешились И Стал Он Говорить Чисто И Наказал Им И Иисус Чтобы Они Никому Не Говорили Но Чем Больше Он Наказывал Тем Больше Они Разглашали Изумление Их Было Безмерно И Они Говорили Все То Он Хорошо Делает Глухим Дает Слух А Нем Глава Восьмая В те Дни Снова Собралось Много Народа А Есть Им Было Нечего И Он Подозвав К Себе Учеников Говорит Им Жаль Мне Народа Ибо Вот Уже Три Дня Они Со Мною А Есть Им Нечего И Если Отпущу Их Голодными По Домам Из Не Могут Они В Дороги А Некоторые Из Них Пришли Из Далека И Ответили Ему Ученики Его Что Мол Откуда В пустыне Взять Столько Хлеба Чтобы Накормить Этот Народ И Он Спросил Их Сколько Же У Вас Хлебов Они Же Ответили Семь И Он Повелел Народу Возлечь На земле И Взяв В руки Семь Хлебов Он Произнес Благословение Разломил И Дал Ученикам А Ученики Народу И Было У них Еще Немного Рыбок Произнеся Над Ними Благословение Он Велел Их Тоже Раздать И Люди Ели И Насытились И Набрали Оставшихся Кусков На Семь Корзин А Было Их Около Четырех Тысяч И Он Отпустил И Тотчас Войдя С Учениками Своими В лодку Отплыл В земли Долмануты И Вышли Фарисеи И Начали С ним Спорить И Испытывая Его Они Требовали Чтобы Он Явил Им Знамение С Небес И Он Застонав В духе Своем Сказал Зачем Поколение Это Требует Знамение Аминь Я Говорю Вам Не Будет Поколению Этому Дано Знамение И Оставив Их Он Снова Сел В лодку И Отплыл На Другую Сторону А Еды Забыли Взять И В лодке У них Был Только Один Хлебец А Он С Увещеванием Сказал Им Смотрите Остерегайтесь Закваски Фарисейской И Закваски Ирода А Они Рассуждали Между Собой Что Это Мол Потому Что Зачем Вы Рассуждаете Что Нет У Вас Хлеба Вы Все Еще Не Поняли И Не Уразумели Так Нечувствительны Сердца Ваши Глаза Имеете И Не Видите Уши И И Не Слышите И Не Помните Когда Я Те Пять Хлебов Преломил Для Пяти Тысяч Сколько Полных Корзин Оставшегося Вы Набрали Говорят Они Ему Двенадцать А Когда Те Семь Кусков Для Четырех Тысяч Во Сколько Корзин Собрали Вы Оставшиеся Говорят Они В Семь И Сказал Он Им Так Вы Все Еще Не Поняли И Приходят Они В Вевсаиду И К Нему Подводят Слепого И Молят Чтобы Он Прикоснулся К Нему И Он Взяв Слепого За Руку Вывел Его Из Селения Помазав Ему Глаза Своей Слюной И Возложив На Него Руки Он Спросил Видишь Ты Что Нибудь И Тот Взглянув Сказал Вижу Людей Словно Бы Деревья Которые Ходят Тогда Он Снова Возложил Руки На Глаза Ему И Тот Внимательно Посмотрел И Был И Исцелен И Стал Видеть Все Ясно И Верел Ему Иисус Идти К себе Домой Сказав Даже И В Селение То Не Заходи И Пошел Иисус С учениками Своими Поселением В Окрестностях Кесарии Филипповой И В пути Он Задал Им Такой Вопрос За Кого Считают Меня Люди Они Сказали Ему За Иоанна Крестителя А Иные За Илью А Еще Иные Говорят Что Мол Это Один Из Пророков Считаете Меня Вы И Отвечает Ему Петр Ты Христос И Он Наказал Им Никому Так Не Говорить О Нем И Начал Он Учить Их Что Сыну Человеческому Должно Претерпеть Много Страданий И Быть Отвергнутым Старейшинами И Первосвященниками И Книжниками И Быть Убитым И Через Три Дня Воскреснуть Эти Речи Он Говорил Открыто А Петр Отведя Его В Сторону Начал Ему Возражать А Он Обернувшись И Глядя На Учеников Своих Строго Возразил Петру Сказав Ему Прочь Сатана Мысли Твои Не Божьи Но Человеческие И Подозвав К себе И Народ И Учеников Он Сказал Им Кто Хочет Следовать За Мною Пусть Отречется От Самого Себя И Возьмет На Плечи Крест И Так Следует За Мною Ибо Кто Хочет Сберечь Жизнь Свою Погубит Ее А Кто Погубит Жизнь Свою Ради Меня Спасет Ее Ибо Что Польза Человеку Если Он Стижает Весь Мир А Жизни Своей Лишится И Какой Выкуп Даст Человек За Жизнь Свою Ибо Кто Постыдится Меня И Слов Моих Перед Этим Поколением Блудным И Грешным Того Постыдится И Сын Человеческий Когда Придет Он Во Славе Отца Своего Со Святыми Ангелами Глава 9 И Говорил Он Им Аминь Я Говорю Вам Что Среди Стоящих Здесь Есть Такие Которые Не Вкусят Смерти Прежде Чем Увидят Царствие Божие Пришедшее В силе И Через Шесть Дней Берет Иисус Петра Иакова И Иоанна И Отдельно От других Возводит Их На Высокую Гору Будучи С ними Наедине И Преобразился Он На глазах У них И Одежды Его Сделались Блистающими Такой Белизны Что Никакой Белильщик На земле Не Смог Бы Так Их Выбелить И И Ивились Им И 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 один для тебя, один для Моисея, один для Илии. Он и сам не знал, что говорил, ибо их объял страх. И было облако, осенившее их, и был из облака голос. Это есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. И когда они подняли глаза, они внезапно никого уже не увидели, кроме одного Иисуса с ними. И когда спускались они с горы, Иисус велел им никому не рассказывать о том, что они видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И это они исполнили, но принялись допытываться в беседе между собой, что это значит воскреснуть из мертвых. И задали они Ему вопрос, а как же книжники говорят, что прежде должно прийти Илии? Но Он сказал им, да, Илия придет и восстановит все. Но, как сказано в Писании о Сыне Человеческом, Ему должно много пострадать и быть униженным. Но говорю вам, что и Илия приходил, и сделали над ним, что хотели, как и сказано о нем в Писании. И когда вернулись они к ученикам, увидели, что вокруг них много народа, и с ними спорят книжники. И тотчас весь народ, завидев Иисуса, пришел в большое волнение, и к Нему подбегали Его приветствовать. И Он спросил их, «О чем вы спорите с Моими учениками?» И ответил Ему один из толпы, «Учитель, я привел к тебе Моего Сына, одержимого Духом немым. Где бы Дух этот на Него не напал, Он валится наземь, на губах у Него пена, зубами Он скрижещит, а тело сводит судорогой. Просил Я учеников твоих, чтобы они изгнали Духа, а они не смогли». И сказал Иисус им в ответ, «О поколение, не имеющее веры, сколько мне еще быть с вами, сколько еще терпеть вас, ведите Его ко Мне». И привели Его к Нему. И когда бесноватый завидел Иисуса, тотчас Дух сильно схватил Его, и тот свалился и катался с пеной на губах. И спросил Иисус Его Отца, «Как давно это случилось с Ним? А Тот ответил, с детства, и много уже раз Дух бросал Его и в огонь, и в воду, на погибель Ему. Так помоги же нам, сжалься над нами, если Ты что-нибудь можешь». Но Иисус сказал, «Если Ты можешь, все возможно тому, кто верует». И тотчас Отец мальчиков скричал, «Верую, Господи, помоги моему неверию». А Иисус, видя, что сбегается народ, пригрозил нечистому Духу и сказал, «Дух немой и глухой, я велю Тебе, выйди из Него и более не входи в Него». С воплем и сильным сотрясением всего тела Дух вышел, и мальчик сделался как труп, так что многие уже говорили, что он, мол, умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял, и тот встал. А когда вошел Иисус в дом, его ученики спрашивали его наедине, «А мы почему не смогли его изгнать?» И сказал он им, «Этой породы не изгнать ничем, только молитвой и постом». И оставив эти места, шли они по Галилее, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо он наставлял своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, и умертвят его, и он, умерщвленный, через три дня воскреснет. Они же не понимали, о чем это, а спросить боялись. И вернулись они в Капернаум, и уже в доме он спросил их, «О чем вы спорили в дороге?» А они молчали, потому что спорили между собой в дороге, кто больше кого. И он, сев, велел двенадцати подойти, и говорит им, «Кто хочет быть первым, пусть будет последним из всех и всем слуга». И, взяв малое дитя, он поставил его посреди них и сказал им, обнимая его, «Кто примет одно такое дитя, во имя мое, меня принимает, а кто меня принимает, не меня принимает, но того, кто послал меня». Сказал ему Иоанн, «Учитель, мы видели человека, который изгоняет бесов, употребляя твое имя, и запретили ему, потому что его не было с нами». Но Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто не может совершить именем моим чудо и тотчас после этого похулить меня, ведь кто не против нас, тот с нами. И кто напоит вас чашей воды ради имени моего, потому что вы Христовы, аминь, я говорю вам, не утратит он награды своей. А кто подаст повод к соблазну для одного из этих малых, что веруют в меня, лучше было бы тому, если бы повесили ему на шею жернов и кинули его в море. Если вводит тебя в соблазн рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе одноруким войти в жизнь, чем с обеими руками пойти в гиену в огонь неугасающий, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если вводит тебя в соблазн нога твоя, отсеки ее. Лучше тебе калекой войти в жизнь, чем с обеими ногами быть брошенным в гиену. Где червь их не умирает и огонь не угасает. И если вводит тебя в соблазн глаз твой, вырви его. Лучше тебе кривым войти в царство Божие, чем с обеими глазами быть брошенным в гиену, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий будет осолен огнем. Добрая вещь — соль, но если соль стала пресна, чем ее осолить, так имейте в себе соль и храните между собою мир. Глава 10. И он, выйдя оттуда в путь, направляется в земли иудейские и заиорданские, и снова собирается к нему народ, и он снова, как обычно, учил их. И подошли фарисеи и спрашивали, испытывая его, позволено ли мужу разводиться с женой. А он сказал им в ответ, «А что предписал вам Моисей?» Они сказали, «Моисей установил разводиться, выдав разводное свидетельство». Но Иисус сказал им, «По причине жестокосердия вашего написал он для вас эту заповедь. Но от начала сотворения Бог мужчиной и женщиной создал их. Потому оставит человек отца своего и мать, и будут двое единой плотью. Так что это уже не двое, но единая плоть. И так, что Бог сочетал, того человек пусть не разделяет». И в доме ученики его снова спросили о том же самом, и он сказал им, «Всякий, кто разводится с женой своей и женится на другой, тот совершает против первой прелюбодейства. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, она совершает прелюбодейство». И привели к нему детей, чтобы он к ним прикоснулся, но ученики выпроваживали их. Увидев это, Иисус исполнился негодование и сказал им, «Пусть дети приходят ко мне, не препятствуйте им, ибо таким принадлежит Царство Божие. Аминь, я говорю вам, кто не примет Царство Божие, как дитя, не войдет в него». И он, обняв их, возложил на них руки и благословил их. И когда вышел он в путь, некто, подбежав к нему и преклонив колени, спрашивал его, «Учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, только Бог единый. Ты же знаешь заповеди, не убей, не сотвори прелюбодеяние, не укради, не лжесвидетельствуй, не причиняй обид, чти отца твоего и матерь твою». А тот говорил ему, «Учитель, все это я соблюл с юности моей». А Иисус, пристально взглянув на него, полюбил его и говорит ему, «Одного тебе не достает, ступай, продай все, что имеешь, и будет у тебя сокровище на небе, а там приходи и следуй за мной». И тот, помрачнев от таких слов, удалился в печали, уж очень велики были его богатства. И, обведя учеников своих взглядом, Иисус говорит им, «Как трудно будет имеющим владение войти в Царство Божие». Ученики ужаснулись его словам, а Иисус снова обращается к ним, «Дети, как трудно в Царство Божие войти. Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие. Они же были весьма потрясены и говорили один другому, «Так кто же может спастись?» Пристально взглянув на них, Иисус молвит, «Для людей это невозможно, но не для Бога, потому что для Бога все возможно». Петр начал говорить ему, «Смотри, мы оставили все и последовали за тобой». Сказал Иисус, «Аминь, я говорю, вам нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или мать, или отца, или детей, или земли ради меня и ради благовестия, и не получил бы уже теперь в этой жизни во сто крат больше домов и братьев, и сестер, и матерей, и детей, и земель, хотя и будет гоним, а в будущем веке жизни вечной. Но многие станут из первых последними, а из последних первыми». И снова были они в дороге, восходя к Иерусалиму, и впереди всех шел Иисус, и они пребывали в изумлении, а тем, кто его сопровождали, было страшно. И он, отозвав двенадцать в сторону, снова начал говорить о том, что ему предстоит. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет отдан в руки первосвященников и книжников, и осудят его на смерть, и отдадут в руки язычникам, и те будут над ним глумиться и плевать в него, и предадут его бичеванию, и убьют, но через три дня он воскреснет». И подходят к нему Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея, со словами, «Учитель, хотим, чтобы ты сделал для нас то, что мы попросим, он же спросил их, чего же вы хотите, чтобы я сделал для вас?» А они говорят ему, «Дозволь нам воссесть во славе твоей одному по правую руку от тебя, другому по левую руку». Но Иисус сказал им, «Сами не знаете, о чем просите? Можете ли вы пить ту чашу, которую пью я, или креститься тем крещением, которым крещусь я?» Они же сказали ему, «Можем». А Иисус сказал им, «Чашу, которую я пью, вы будете пить, и крещением, которым я крещусь, вы будете креститься, но воссесть по правую или по левую руку от меня, дать это не в моей власти, но кому как предуготовано». А прочие десять, услышав это, начали негодовать на Иакова и Иоанна. И, подозвав их, Иисус говорит им, «Вы знаете, что у всех народов те, кого считают за правителей, ведут себя как господа, и вельможи их показывают свою власть. Между вами пусть будет не так, но кто между вами хочет сделаться велик, пусть будет вам слугой, и кто между вами хочет быть первым, пусть будет вам рабом». Ибо и сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы служить и отдать жизнь свою, как выкуп за многих. И приходят они в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона, и с ним ученики его, и немало народа, сидит у дороги слепой нищий Вартимей, то есть сын Тимея, и, услышав, что это Иисус Назорянин, он начал кричать «Сын Давидов, Иисус, смилуйся надо мной». И многие осаживали его, веля замолчать, но он только громче кричал «Сын Давидов, смилуйся надо мной». И, остановившись, Иисус сказал «Позовите его». И слепого подозвали, говоря ему «Вставай смелей, он тебя зовет». И он, скинув свой плащ, вскочил и подошел к Иисусу и обратился к нему «Иисус, чего ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» А слепой сказал ему «Равуни, чтобы мне снова видеть». И сказал ему «Иисус, иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас же снова стал видеть и пошел за ним в путь. Глава 11 И когда подходили они к Иерусалиму со стороны Вифагии и Вифании, у склона Масличной горы посылает он двух из числа учеников своих и говорит им «Идите в то селение, что перед вами, и у входа в него вы тотчас найдете осленка на привязи, на которого еще не садился никто из людей, отвяжите его и приведите». А если кто-нибудь спросит вас, что это вы делаете, отвечайте, он нужен Господу, но Господь тотчас его сюда вернет. И пошли они и нашли осленка на привязи перед воротами дома на улице и отвязывают его. Иные стоявших там людей стали их спрашивать, что делаете, зачем осленка отвязываете. Но они отвечали так, как велел Иисус, и те пропустили их. И приводят они осленка к Иисусу и кладут на него свои одежды, и воссел он на осленка. И многие устилали дорогу своими одеждами, а другие ветвями, срезанными в полях. И те, кто шли впереди, и те, кто следовали за ним, восклицали. Ассанна, благословен, кто приходит во имя Господне. Благословенно царство отца нашего Давида, что приходит к нам. Ассанна в вышних. И вступил он в Иерусалим, во храм. Обозрев все, он направился, так как час был уже поздний, вместе с двенадцатью в Вифанию. И, выйдя поутру из Вифании, почувствовал он голод. Издалека увидев смоковницу, на которой были листья, он пошел поглядеть, не найдет ли на ней чего-нибудь, но, подойдя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо это не была пора для смоков. И он, обращаясь к ней, сказал, «Отныне пусть никто не вкусит от тебя плода вовеки». И ученики его слышали это. И приходят они в Иерусалим. И он, войдя в храм, начал изгонять тех, кто в храме занимался торгом и куплей, и опрокинул столы менял и прилавки торговцев голубями, и не дозволял что-либо проносить через храм. И он говорил им в поучении, «Не сказано ли в Писании имя дому моему дом молитвы для всех народов, а вы сделали из него притон разбойничий». И услышали об этом первосвященники и книжники и стали думать, как бы погубить его, ведь они боялись его, потому что весь народ дивился его учению. И когда свечи рела, вышел он из города. А поутру, проходя мимо смоковницы, они увидели, что она засохла до самого корня. И Петр, вспомнив, говорит ему, «Рови, погляди, смоковница, которую ты проклял, засохла». И говорит Иисус им в ответ, «Имейте веру в Бога. Аминь, я говорю вам, если кто скажет этой горе сойди с места и низвергнись в море и не усомнится в сердце своем, но будет веровать, что сказанное им сбудется, так и будет для него. Поэтому я говорю вам, чего бы вы не просили в молитве, веруйте, что получили просимое, и так и будет для вас. А когда стоите на молитве, если что имеете против кого прощайте, чтобы и Отец ваш сущий на небесах простил вам проступки ваши, если же вы не будете прощать и Отец ваш сущий на небесах не простит проступков ваших. И приходят они снова в Иерусалим, и когда он проходил по двору храма, подходят к нему первосвященники, книжники и старейшины, и стали они спрашивать его, по какому полномочию ты творишь такие дела, или кто дал тебе полномочия, чтобы ты такие дела творил. А Иисус сказал им, спрошу и я вас об одном деле, а вы дайте мне ответ, и я отвечу вам, по какому полномочию творю такие дела. От кого было крещение Иоаннова, от неба или от людей? Дайте мне ответ. И они стали переговариваться между собой. Если мы скажем от неба, он скажет нам, почему уже бы в него не уверовали? А если скажем от людей, страшно перед народом? Ведь все думали об Иоанне, что он и вправду пророк. И говорят они в ответ Иисусу не знаем. А Иисус говорит им, тогда и я не отвечу вам, по какому полномочию творю такие дела. Глава двенадцатая И начал он беседовать с ними в притчах. Некий человек насадил виноградник и обнес его оградой, и выкопал в нем довильню, и построил сторожевую башню, и сдал его в наем виноградарем, и удалился. А в пору урожая послал к виноградарям раба, чтобы востребовать с виноградарей свою долю урожая. Но они, схватив раба, прибили его и прогнали ни с чем. И снова послал он к ним другого раба, но они и ему проломили голову и поглумились над ним. И еще он послал и того убили, и еще многих, кого прибили, а кого и убили. И еще оставался у него любимый его сын. Напоследок послал он к ним его рассуждая, уж сына-то моего они постыдятся. А эти виноградари сказали друг другу, это наследник, давайте убьем его, и наследство будет наше. И они, схватив его, выбросили вон из виноградника и убили. Что же сделает хозяин виноградника? Он вернется, предаст виноградарей погибели и вручит тот виноградник другим. Или вы никогда не читали в Писании камень, что отвергли строители, он и лег во главу угла, от Господа свершилось сие и дивно в очах наших. И желали они схватить его, только страшились народа, ведь они понимали, что притчу это он сказал про них, и они ушли, оставив его. И подсылают к нему некоторых из числа фарисеев и приверженцев Ирода, чтобы те уловили его в слове, и они приходят и говорят ему, учитель, мы знаем, что ты человек правдивый, и никому не угождаешь, ибо нет в тебе лицеприятия, но ты учишь пути Божьему по правде, позволительно ли вносить, подать кесарю или нет, платить нам или не платить. А он, зная их лицемерие, сказал им, что вы испытываете меня, принесите мне динарий, чтобы мне посмотреть на него. Они принесли, а он говорит им, чье здесь изображение и чье имя, и они ответили ему, кесаря. Иисус же говорит им, так отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу. И они весьма ему изумлялись. Подходит к нему и саддукеи, те, что говорят, будто воскресения нет, и задали ему такой вопрос. Учитель, Моисей написал для нас, что если у кого умрет брат и оставит вдову, а детей не оставит, пусть брат его женится на вдове его и восставит семя брату своему. Было семеро братьев и вот первый женился и умер, не произведя потомства, второй женился на вдове и умер, не успев оставить потомства, так же и третий и все семеро женились на ней и потомства не оставили. Последней из всех умерла и вдова, женой которого же из них будет она в воскресении, когда они воскреснут, ведь все семеро побывали ее мужьями. Сказал им Иисус, не от того ли вы заблуждаетесь, что не знаете ни Писания, ни силы Божьей? Ведь когда люди воскреснут из мертвых, они не женятся и не выходят замуж, но пребывают, как ангелы на небесах. А о том, что мертвые воскреснут, разве вы не читали в книге Моисея, в повествовании о купине, как сказал ему Бог? Я есть Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Он есть Бог не мертвых, но живых. Велико же ваше заблуждение. И подошел один книжник, слышав их спор и убедясь, что хорошо ответил им Иисус, он спросил, какая заблуждение заповедь самая первая из всех. Ответил Иисус. Первая заповедь. Слушай, Израиль. Господь, Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей силой твоей. А вот вторая. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Нет заповеди, которая была бы больше этих. И сказал ему книжник. Прекрасно, учитель, ты по правде говоришь, что Он есть единый, и нет иного, кроме Него, и что любить Его всем сердцем и всем разумением и всей силой важнее всех всесожжений и жертвоприношений. И, видя, как Он разумно отвечал, Иисус сказал ему, недалеко ты от Царства Божия. И больше никто не осмеливался задавать Ему вопросы. И снова заговорил Иисус, скуча в храме, и сказал, как могут книжники говорить, будто Христос есть сын Давида. Сам Давид сказал в Духе Святом, сказал Господь Господу моему, восядь по правую руку мою, доколе положу врагов твоих под ноги твои. Давид сам говорит о нем, что Он Господь, как же Он может быть Ему сыном. И множество народа слушало Его с охотой. И в поучениях своих Он говорил, остерегайтесь книжников, которые любят носить длинные одежды, и чтобы их приветствовали на площадях, и сидеть на почетных местах в синагогах, и возлежать на почетных местах на пиршествах. Им, которые пожирают вдовьи состояния и напоказ долго молятся, приговор будет тем более строг. И сел он напротив сокровищницы, и смотрел, как народ кладет в сокровищницу медные деньги, а многие богачи клали по многу. И пришла одна бедная вдова, и положила две лепты, что составляет один кадрант. И он, подозвав своих учеников, сказал им, «Аминь, я говорю вам, вот эта вдова, такая бедная, положила больше всех жертвователей, потому что все жертвовали от своего избытка, а она от скудости своей пожертвовала все, что имела и на что жила». Глава 13 И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, каковы камни и каковы строения». Но Иисус сказал ему, «Видишь эти великие строения, не останется здесь камня на камне, который не будет низвержен». А когда сидел он на Масличной горе напротив храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, «Скажи нам, когда это будет, и какое будет знамение, что всему этому пришло время совершиться». А Иисус начал им говорить, «Берегитесь, чтобы кто не ввел вас в обман. Многие придут под Моим именем, говоря, это Я, и многих введут в обман. Когда услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, так должно быть, но это еще не конец. Да, народ восстанет на народ и царство на царство, то тут, то там будут землетрясения, будет голод, но все это начало родовых мук. Вы же будьте готовы, станут вас предавать на суд в Синедрионах и на бичевание в синагогах, и поставят вас за Меня преднаместниками и царями, чтобы вы принесли пред ними свидетельство. Должно, чтобы прежде конца благовестие было проповедано среди всех народов. А когда будут вас вести на суд и расправу, не тревожьтесь заранее, что вам говорить, но что будет вам дано в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. И предаст на смерть брат брата и отец дитя свое, и дети пойдут против родителей и станут их убивать. И будете вы всем ненавистны за имя Мое, но тот, кто вытерпит до конца, будет спасен. Но когда увидите вы мерзость опустошения, воздвигнутую там, где нельзя ей быть, кто читает, пусть уразумеет, тогда те, кто в Иудее, пусть бегут в горы, и кто будет на кровле, пусть не спускается за скарбом в дом свой, а кто будет в поле, пусть не возвращается взять плащ свой. Но горе в те дни, носящим в очреве и кормящим грудью. И молитесь, чтобы не случилось это зимой. Да, дни те будут такой скорбью, какой не было от начала творения, сотворенного Богом, да ныне и никогда не будет. И если бы не сократил Господь дни этих, не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, дни те будут сокращены. Если вам скажут тогда, смотрите, Христос здесь или Он там, не давайте веры, ибо объявятся лжехристы и лжепророки, и явят знамения и чудеса, чтобы ввести в соблазн, если возможно, даже избранных. А вы будьте готовы, я все наперед сказал вам. И в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды падут с неба, и силы небесные сотрясутся. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего по облакам с великою силой и славой. И тогда пошлет Он ангелов и соберет избранников Своих от четырех стран света, от края земли до края неба. Научитесь от притчи, которую являет смоковница. Когда набухает ее ветвь и пускает листья, вы знаете, что лето близко. Так и вы, когда увидите, что это сбывается, знайте, близко у дверей. Аминь, я говорю вам, что не придет поколение это, как все это сбудется. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Но об этом дне и часе не знает никто, ни ангелы на небе, ни даже Сын, только Отец. Будьте готовы, бодрствуйте и молитесь, ведь вы не знаете, когда настанет пора. Это как если бы некто, удаляясь в другую страну, оставив дом свой на рабов и каждому определив его дело и его власть, привратнику особо наказал бодрствовать. Так бодрствуйте же, потому что вы не знаете, когда вернется хозяин дома, вечером ли или в полночь, или когда запивают петухи, или поутру. Как бы он, воротившись неожиданно, не застал вас спящими. И то, что я говорю для вас, я говорю для всех. Бодрствуйте. Глава четырнадцатая Оставалось два дня до Пасхи и до праздника опресноков, и стали первосвященники и книжники искать, какой бы хитростью схватить его и убить. Они говорили только не в праздник, пусть не будет смуты в народе. А когда был он в Вифании, в доме Симона Прокоженного, приблизилась к нему возлежащему за трапезой женщина с алибастровым сосудом, полным чистого драгоценного нарда. Разбив сосуд, она стала возливать нард на его голову. А некоторые с возмущением переговаривались. К чему такая трата благовоний? Ведь благовония эти можно было продать больше, чем за триста динариев, и раздать нищим. И ее сурово корили. Но Иисус сказал, оставьте ее в покое, что вы ее огорчаете. Доброе дело она сделала для меня. Ведь нищие всегда будут с вами, и вы сможете сделать им добро, когда захотите, а я не всегда буду с вами. Она сделала, что могла, заранее умастила тело мое для погребения. Аминь, я говорю вам. Повсюду, где будет проповедано благовестие сие во всем мире, будет сказано и о том, что сделала она в память о ней. Тогда Иуда Искариот, один из двенадцати, пошел к первосвященникам, чтобы предать им его. А они, услышав, обрадовались и обещали дать ему денег. И он стал искать случай, его предать. И в первый день праздника опресноков, когда принято закалывать пасхального агнца, его ученики говорят ему, «Где ты велишь нам приготовить тебе пасхальную трапезу?» И он посылает двоих из числа учеников своих и говорит им, «Ступайте в город, и там встретится вам человек с кувшином воды. Идите за ним следом, и хозяину того дома, куда он войдет, скажите, что учитель спрашивает, «Где покой для меня, в котором я буду вкушать пасхальную трапезу с учениками моими?» И он покажет вам просторный верхний покой, устланный и прибранный. Там и приготовьте для нас. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли все, как было им сказано, и приготовили они пасхальную трапезу. При наступлении вечера приходит он вместе с двенадцатью, и когда они возлежали за столом и ели, и Иисус сказал, «Аминь, я говорю вам, что один из вас предаст меня из числа тех, что едят со мною». Они опечалились и стали один за другим спрашивать, уж не я ли? Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, тот, кто макает в одно блюдо со мною». Да, Сын человеческий идет своим путем, как предречено о нем в Писании, «Но горе тому человеку, через которого Сын человеческий будет предан. Лучше бы человеку тому не родиться». И когда они ели, он, взяв в руки хлеб, и, произнеся над ним благословение, разломил, и раздал ученикам своим, и сказал, «Возьмите, это есть тело мое». И, взяв чашу, и, произнеся благодарение, он дал ее им, и пили из нее все. И он сказал им, «Это кровь моя, кровь завета, за многих изливаемый. Аминь, я говорю вам, не пить мне отныне от плода виноградные лозы, пока не буду пить вино новое в Царстве Божьем». И, воспев пасхальное словословие, вышли они к Масличной горе. И говорит им Иисус, «Вы все впадете в соблазн, ибо сказано в Писании, «Я поражу пастуха, и овцы стада рассеются, но я восстану от смерти и буду ждать вас в Галилее». А Петр сказал ему, «Даже если все впадут в соблазн, только не я». И говорит ему Иисус, «Аминь, я говорю тебе, что нынче же, этой же ночью, прежде чем дважды пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». А тот с еще большей силой заверял, «Хотя бы мне умереть пришлось с тобою, не отрекусь». Так же говорили и все. И пришли они в местность, название которой Гефсимания. И говорит он ученикам своим, «Посидитесь здесь, пока я буду молиться». И он берет с собой Петра, Иакова и Иоанна. И начал он чувствовать ужас и томление, и говорит им, «В смертной муке, душа моя, побудьте здесь и бодрствуйте». И пройдя немного вперед, он пал на землю и молился, чтобы, если только возможно, миновал его час этот, и говорил, «Авва, отче, для тебя все возможно, пронеси чашу эту мимо меня, однако не как я хочу, но как ты». И возвращается и застает их спящими, и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Одного часа и то не смог ты пободрствовать. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Дух ревностен, но плоть слаба». И снова отошел и стал молиться, говоря те же слова. И снова вернувшись, застал их спящими, потому что глаза их отяжелели, и они не знали, что ему ответить. И в третий раз приходит он и говорит, «Так вы все дремлете и почиваете. Кончено, час настал. Вот сын человеческий предается в руки грешников. Вставайте, пойдем, вот близко тот, кто предает меня». И тотчас, пока он еще говорил, приходит Иуда один из двенадцати, и с ним большая толпа с мечами и дрекольем, посланные от первосвященников, книжников и старейшин. А предатель заранее условился с ними, что подаст знак, «Кого я поцелую, это он и есть. Берите его и уводите под надежной охраной». И он, явившись на место, тотчас подошел к нему и говорит ему, «Рави!» и поцеловал его. А они наложили на него руки и схватили его. Один из тех, что стояли там, выхватив меч, поразил первосвященничьего раба и отсек ему ухо. И заговорил Иисус, молвив, «Словно на разбойника, вышли вы с мечами и дрекольем, чтобы взять меня. Каждый день был я у вас в храме и учил, и вы не схватили меня. Но да сбудутся Писания». И все, покинув его, бежали. А один юноша, который тоже шел за ним, был закутан в покрывало по ногому телу. И вот его хватают, а он, скинув в себя покрывало, ногим убежал. «И отвели Иисуса к первосвященнику, и собираются там все первосвященники, старейшины и книжники. И Петр шел за ним поодаль, и вошел во двор первосвященника, и там, сидя со слугами, грелся у огня. А первосвященники и весь Синедрион добивались свидетельств против Иисуса, чтобы предать его смерти, однако не имели успеха. Хотя и многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства их не сходились. И вызвались некоторые принести против него такое лжесвидетельство. Мы сами слышали, как он говорил, что, мол, я разрушу этот рукотворный храм и в три дня воздвигну другой, нерукотворный. Но их свидетельство тоже не сходилось само с собою. И первосвященник, встав в середину, спросил Иисуса, «Ты ничего не имеешь ответить на то, что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не давал никакого ответа. Снова спрашивает его первосвященник и говорит ему, «Ты ли, Христос, Сын Благословенного?» Иисус же сказал, «Я есмь, и вы узрите Сына Человеческого, воссевшего по правую руку силы и шествующего с облаками небесными». Но первосвященник, разорвав на себе одежды, говорит, «Для чего нам еще, свидетели? Вы сами слышали богохульство, что вы решите?» Тут все они осудили его, вынеся смертный приговор, а некоторые начали плевать в него и, закрывши ему лицо, ударяли его по щекам и говорили ему, «Из реки пророчества кто тебя ударил?» И после еще слуги избивали его. А Петр был внизу, на дворе, и подходит одна из служанок первосвященника, и когда увидела Петра, как он греется, и пригляделась к нему, говорит, «Ты тоже был с этим Назарянином, с Иисусом?» Но тот отрекся, говоря, «Не знаю и не понимаю, что такое ты говоришь». И вышел он наружу, на передний двор, и запел петух. И там служанка, увидев его, снова принялась говорить тем, кто там стояли, что, мол, и этот тоже из них. А он снова отрекся. А немного спустя стоявшие снова говорят Петру, «Вправду ты из них, ты же галилеянин!» А он принялся клясться страшными клятвами, что не знаю, мол, того, о ком вы говорите. И тотчас вторично запел петух. И вспомнил Петр слово, которое сказал ему Иисус, что прежде чем дважды пропоет петух, ты троекратно от меня отречешься. И заплакал. Глава пятнадцатая И тотчас же едва рассвело, первосвященники после совещания совместно со старейшинами и книжниками и всем Синедрионом, связав Иисусу руки, отвели его и выдали Пилату. И спросил его Пилат, «Ты ли царь иудейский?» А Иисус молвил ему в ответ, «Это ты говоришь». И первосвященники выставляли против него много обвинений. А Пилат снова спросил его, «Ты ничего не скажешь в ответ? Смотри, сколько против тебя обвинений». Но Иисус не ответил больше ничего. Так что Пилат был в недоумении. А было так, что на праздник он отпускал одного узника, за которого просили иудеи. А в заключении был тогда вместе со своими сообщниками, во время смуты совершившими убийство, один человек по прозвищу Варава. И вот толпа, поднявшись к наместнику, стала просить его о том, что обычно от него получало. Пилат обратился к ним, «Хотите, отпущу вам вашего царя иудейского?» Ведь он знал, что первосвященники выдали его из зависти. Но первосвященники стали наущать народ, чтобы просили лучше отпустить Вараву. А Пилат снова к ним обратился, «Что же вы хотите, чтобы я сделал с тем, кого вы зовете царем иудейским?» А они закричали, «Распни его!» А Пилат спросил их, «Что же дурного он сделал?» А они еще пуще закричали, «Распни его!» Тогда Пилат, чтобы успокоить народ, отпустил им Вараву, а Иисуса отдал после бичевания распять на кресте. Воины же отвели его во двор присутственного места, называемого приторией, и созывают всю когорту, и накидывают на него пурпурный плащ, и, сплетя венок из стерния, надевают на него, и принялись кричать ему, «Привет тебе, о царь иудейский!» И били его по голове тростником, и плевали в него, и, преклоняя перед ним колени, простирались перед ним ниц. А когда натешились над ним, сняли с него пурпурный плащ, и надели на него его одежды, и выводят его на распятие, и заставляют некоего Симона из Кирены, отца Александра Ируфа, проходившего мимо с поля, нести его крест, и приводят его на место, которое называется Голгофа, а в переводе — Лобное место, и давали ему дурманящую смесь вина со Смирной, но он не стал пить. И распинают его, и делят одежды его, бросая о них жребий, кому что выпадет. А когда распяли его, был час третий, и в надписи была обозначена вина, царь Иудейский. И вместе с ним распинают двоих разбойников, одного по правую руку от него, другого по левую. И сбылось слово Писание, и к злодеям причтен. А кто проходили мимо, хулили его, качая своими головами и приговаривая. И ты берешься разрушить храм и в три дня вновь воздвигнуть его. Спаси самого себя, сойди с креста. Подобным же образом и первосвященники, глумливо переговариваясь с книжниками, говорили друг другу. Других спасал, себя самого спасти не может. Пусть Христос, царь Израиля, сойдет ныне с креста, чтобы мы увидели и уверовали. Так же и распятые вместе с ним поносили его. А когда настал час шестой, сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И в час девятый возопил Иисус громким голосом «Элои, Элои, лема сабахтани», что в переводе значит «Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня?» А некоторые из тех, что там стояли, услышав это, говорили «Слышите, он Илью зовет». И один, сбегав за губкой и окунув ее в уксус, насадил ее на тростник и дал ему пить, говоря «Что же, посмотрим, придет ли Илья спасать его?» Но Иисус, возопив громким голосом, и спустил последний вздох. И завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. А Центурион, который стоял прямо перед ним, увидев, как он и спустил последний вздох, сказал «Воистину, человек этот был Сын Божий». Были там и женщины, которые смотрели издали. В числе их Мария Магдалина и Мария, мать Иакова-младшего и Иосии, и Соломия, которые сопровождали его и служили ему, когда он бывал в Галилее, и многие другие женщины, вместе с ним, вошедшие в Иерусалим. И уже настал вечер, а так как была это пятница, канун субботнего дня, то пришедший Иосиф из Аримафеи, уважаемый член Совета, который сам был из числа чающих Царства Божия, отважился пройти к Пилату и попросил тело Иисуса. Пилат выразил удивление, вправду ли Иисус уже мертв, и, вызвав Центуриона, спросил, давно ли он умер. Выслушав ответ Центуриона, он дозволил Иосифу забрать мертвое тело, и тот, купив саван, снял его с креста, завернул в саван и положил его в гробнице, которая была высечена в скале, и привалил ко входу в гробницу камень. И видели Мария Магдалина и Мария, мать Иосии, где погребли его. Глава шестнадцатая Когда же миновала суббота, Мария Магдалина, Мария, мать Иакова и Соломия купили благовоний, чтобы пойти умастить его. И рано поутру, в первый день недели, подходят они к гробнице, а солнце взошло. И переговаривались они между собой, кто же отвалит нам камень от входа в гробницу. И, подняв глаза, видят они, что камень отвален, а был он очень велик. И когда вошли они в гробницу, то увидели, что с правой стороны сидит юноша, облаченный в белую одежду, и они ужаснулись. Но он говорит им, «Не ужасайтесь, вы ищите Иисуса Назоренина, распятого. Он восстал, его нет здесь. Вот место, где он был положен. И вы идите, скажите ученикам его и Петру, что он ожидает вас в Галилее. Там увидите вы его, как он сказал вам. И они, выйдя наружу, побежали прочь от гробницы, потому что были вне себя от трепета, и не сказали они никому ничего, так им было страшно». Воскресший рано поутру в первый день недели, Иисус явился сначала Марии Магдалине, той, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила это тем, кто прежде были с Иисусом, а теперь скорбели и плакали. И они, услышав, что Он жив и что она Его видела, не поверили. А после этого Он явился в другом обличии двум из них, когда те шли с поля. И они вернулись и рассказали остальным, но им тоже не поверили. Наконец, явился Он и самим одиннадцати, когда те возлежали за столом, и укорял их за их неверие и упрямство их сердец, что не поверили они тем, которые видели Его, восставшим из гроба. И сказал Он им, «Идите по всему миру и проповедайте благовестие всему творению. Кто уверует и крестится, будет спасен, а кто не будет веровать, будет осужден. И с теми, кто уверует, будут такие знамени. Именем Моим они будут изгонять бесов, будут говорить на неведомых языках, и в руки будут брать змей, и если выпьют, что смертоносное, это им не повредит, и на больных будут возлагать руки, и те будут в добром здравии». Итак, Господь Иисус, после того, как молвил им это, вознесся на небо и воссел по правую руку Бога, а они, выйдя в путь, повсюду проповедовали, и Господь действовал вместе с ними и подкреплял слово сопутствующими знамениями. Аудиокнига представлена Благотворительным фондом Придания. Наш сайт в интернете предания.ру Придания.ру Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...